здравствуйте дорогие друзья я очень рада вас приветствовать на моем канале сегодня вашему вниманию я представляю рецепт белково-заварного крема самом начале видео я выставила несколько моих работ буквально парочку здесь именно тех тортов которые покрыты все они покрыты белково-заварным кремом это помимо тех которые я делаю вместе с вами здесь на канале и чтобы вы посмотрели то есть качество крема чтобы вот сделать вот работы именно такого уровня то есть крем должен быть стабильным устойчивым чтобы он был вкусным и в то же время чтобы им можно было выравнивать вот такого плана торты то есть крем белково-заварной классический но соответствующие уже реалиям нашего времени потому что требование к тортам в наше время возросло в сотни раз то есть вот такой вот он у меня получается здесь смотрите да то есть супер глянцевая устойчивая меренга из тех же самых ингредиентов которые мы видим и в рецепте классической итальянской меренги потому что на международном кондитерском языке белково-заварной крем и называется итальянской меренга то есть меренга приготовленные именно на сахарном сиропе то есть в итальянской меренги как и у меня естественно используется в рецепте белок куриных яиц и сахар что же нам для этого понадобится пропорция классическая белково-заварной крем итальянской меренги 100 грамм белка и 200 грамм сахара мы берем также сегодня 100 грамм белка куриных яиц где здесь свежие яйца я разделила белки и желтки это сделать нужно очень тщательно то есть чтобы ни капли желтка у нас не попала в белок яйца перед этим мы очень хорошо промываем то есть чтобы они были идеально чистые потому что все бактерии содержатся всегда на скорлупе затем нам нужен миксер здесь у меня сегодня миксер bosch 700 ватт миксер это тоже отдельная тема потом я скажу про это чуть позже лимонная кислота ванильный сахар сахарный песок и вода естественно посуда то есть нужен ковшик нужен обязательно кондитерский термометр и нужны весы то есть я это делаю с предельной точностью сейчас я все это буду показывать мы сначала подготавливаем продукты ингредиенты для сиропа то есть как я вам уже и сказала что я использую только классические ингредиенты в этом рецепте без всяких загустителей желатина пектина агар-агара и так далее 250 грамм сахара я беру просто сахара я беру уже чуть больше чем в классическом рецепте 250 грамм сахара также я беру 70 грамм обычной воды из-под крана я туда наливаю то есть чтобы эта вода у нас закрыла полностью сахар смотрите все это я делаю при вас чтобы вы видели что именно эти граммы наливаются у меня в емкость 70 грамм отставляем вот так вот должно все это закрыть полностью теперь берем взвешиваем дежу миксера и ровно 100 грамм белка мне нужно то есть никакие там взвесить три белка от крупных яиц там или от мелких 4 здесь это не котируется то есть нам нужно ровно 100 грамм белка вот смотрите у меня 95 грамм сейчас и ложкой по грамму я добавляю чтобы мне было ровно 100 грамм белка то есть по-другому здесь невозможно сделать должна быть предельная точность чтобы вышел очень хороший глянцевый супер устойчивый крем то есть вот здесь вот полностью мы сверяемся с весами 100 грамм ровно отставляем пока это в сторону и сразу же я туда добавляю ванильный сахар то есть сразу его можно туда насыпать у меня здесь пакетик будет 8 граммовые ванильного сахара вы можете взять в принципе и 10 грамм если у вас пакетик вот вам удобнее тут особой проблемы с этим не будет 8 грамм у меня здесь можете 8 взять как у меня я не добавляю никогда ванилин я добавляю именно ванильный сахар на полную мощность у меня плита включена здесь и сироп я ставлю нагреваться то есть белки мы пока вообще не трогаем просто я вам почему это все вместе показываю сразу потому что чтобы на камере было удобно чтобы вы видели тот и тот процесс то есть сироп у нас должен нагреться до 110 градусов цельсия и только тогда на моем миксере мощностью в 700 ватт я начну взбивать белки на у меня есть еще один миксер kenwood у него 1200 ватт мощность просто там держал у него побольше на 7 литров я использую когда мне нужно много сразу крема я использую тот миксер так там я начинаю белки взбивать при температуре 115 градусов потому что миксер очень мощной лимонной кислоты берем половина чайной ложки без горки вот видите половина без горки просто отсвечивает здесь белый цвет не видно то есть половина чайной ложки без горки это примерно полтора грамма будем вводить лимонную кислоту когда сироп наш достигнет 118 градусов цельсия не раньше то есть раньше это делать не нужно еще очень важный момент обратите внимание на качество вашего сахарного песка есть такие производители вот производители они все разные поэтому где-то одна обработка идет песка где-то другая поэтому бывает такой сахар от которого вот крем какой-то вязкий то есть его чувствуешь этот крем первые бульки начинаются то есть ничего нам делать не нужно мы ждем пока дальше вот сейчас дальше расскажу про сахар и если вы видите что вот на протяжении какого-то время времени вы пользуетесь этим сахар сахаром этим песком и у вас вот вязкий крем почему-то смените берите другой сахар сменить этого производителя покупайте другой сахар вот то есть не нужно этого бояться нужно обязательно попробовать купить другой сахар то есть пока еще ничего не измеряем термометром нужно щадить наш термометр потому что термометр это лучший друг кондитера скажем так да потому что без него никуда в нашем деле сейчас еще раз повторюсь такие высокие требования к тортам в украшении в начинках поэтому уже не действует вот этот вот проверка на шарик на из сиропа или на ниточку из сиропа я этому не доверяю поэтому я показываю именно тот вариант который делаю я сама и то есть я хочу и вам донести это именно как это делается для того чтобы достигнуть вот хорошего результата именно в украшении тортов чтобы был хороший стабильный очень вкусный крем из самых простых ингредиентов без всяких загустителей теперь уже измеряем хорошие бульки уже идут измеряем температуру вот сейчас уже температура когда у нас достигнет 110 градусов цельсия мы начинаем взбивать белковую массу то есть до этого белки трогать не нужно вы можете там что-то другое поделать но белки вот только если у вас миксер мощностью 700 ватт только на 110 градусов цельсия то есть раньше это не нужно делать то есть достигла 110 градусов у нас температура сиропа и мы начинаем включаем наш миксер и начинаем взбивать белки я сразу взбиваю их на больших оборотах то есть я не вижу смысла их сначала чуть чуть потом чуть больше взбивать я взбиваю всегда так если у вас миксер ручной допустим ну мощность у него должна быть хотя бы 300 ватт хотя бы начинайте взбивать тогда белки где-то когда сироп достигнет где-то 107 градусов но не раньше тоже иначе у вас перебьется белок теперь ждем 118 градусов вот смотрите за показанием на термометре 118 градусов я ввожу лимонную кислоту в сироп не раньше пожалуйста иначе качество сиропа изменится то есть 118 градусов у нас достигает температура сиропа и вводим половину чайной ложки без горки лимонной кислоты из пропорции на 100 грамм бел на 100 грамм белка сироп у нас сбивает крем сбивается белок взбивается дальше мы ждем теперь отметки на градуснике то есть я не размешиваю ни ложкой не чем-то градусником могу помешать 124 с половиной градуса то есть 125 градусов нам нужно достигнуть в сиропе и отставить в сторону на минуту этот ковшик и когда температура достигнут достигла у нас сто двадцати трех градусов после остывания минут тогда вводим сироп уже в белок тонкой струйкой где-то сбоку вот так вот вливаем очень аккуратно то есть 125 градусов у нас достиг сироп снимаем его на минуту ставим этот ковшик или там кастрюльку в чем вам удобнее я ставлю на обычную деревянную разделочную доску он у меня остывает минуту сто двадцать три градуса он достигает и я ввожу может быть он у вас благодаря смотря какое дно у вашей кастрюльки может быть он у вас и за пол минуты достигнет 123 градусов все зависит еще от вашей посуды когда я ввела весь сироп уже в белок я никакой силиконовой лопаткой с со дна с краев моей посуды воды в которой варился сироп я не собираю и не отправляю в белок вот эти остатки почему я этого не делаю потому что это очень опасно могут образоваться комочки вот такие карамельные и у вас тогда будут вот эти комки потом в белковом креме то есть я не советую этого делать ровно вот я сейчас показываю в реальном времени то есть я не стала здесь не сокращать не вырезать это видео ровно 4 минуты когда мы полностью ввели весь сироп и до окончательного выключения миксера 4 минут у меня происходит вот сейчас взбивается три минуты ровно наша меренга и после прошествия трех минут здесь я просто хотела более как было по центру поставить мой миксер но еще горячие очень там то место и поэтому решил этого не делать когда у вас три минуты полностью прошло начнут образовываться такие пустоты пустоты которого первое вот она показывается их будет уже все больше и больше этих пустот между стенкой миксера и венчиком то есть тем самым белковый крем будет наматываться на венчик и вот ровно минуту еще взбиваем когда мы увидим вот эти пустоты и уже тогда можно будет полностью выключать наш миксер и уже тогда крем готов то есть вот эти пустоты они будут такие крупные то есть еще раз повторяюсь до 125 градусов мы варим сироп ни в коем случае не будет никакого карамельного привкуса никакой желтизны в меренге карамельный привкус начнется если до 130 градусов есть 130 132 даже когда доводим сироп здесь же ничего не будет просто у нас сироп будет более стабильным потом минуту или полминуты в зависимости от вашей посуды остужаем на нейтральной так сказать доске или чем-то там на подставке для горячего этот сироп аккуратно не обожгитесь он очень горячий и потом только когда 120 23 градуса будет ваш сироп 123 градуса тогда вводим его уже в белок вот видите вот эти вот пустоты начинают образовываться то есть они вот их все больше и больше то есть между вот то там вот их все больше и больше их по 2 уже и по 3 этих вот как бы вот такие вот дырочки начинают образовываться в меренге и венчик начинает приобретать вокруг себя такой как сердечко потому что венчик в форме сердечко сделал здесь и то есть вот этот верный признак первые пустоты появились ровно минуту еще взбиваем это если 100 грамм белка говорю очень много но как еще объяснить я не знаю то есть смотрите по вашему миксеру у меня 700 ватт этот миксер еще раз повторяюсь это не планетарный миксер это просто кухонный комбайн то есть поэтому я и показываю то что и комбайна можно взбить такой крем даже не планетарным миксером как-нибудь сниму еще видео ручным миксером но это позже то есть видеть этих пустот все больше и больше и больше и вот сейчас когда уже по прошествии вот минуты как я вам сказал с первой пустоты с этой я уже вижу что очень хорошо наматывается на венчик и все я выключаю крем готов то есть прошло ровно четыре минуты у меня с момента введения сиропа в крем вот такой вот идеально гладкий супер стабильный крем получается и очень очень вкусный весь процесс происходил на ваших глазах то есть ничего здесь никаких экзотических ингредиентов здесь нет то есть самые простейшие которые найдутся на кухне любой хозяйки главное правильно его приготовить этот крем вот такой результат перед вами очень надеюсь что вы попробуете сделать белково-заварной крем именно по моему рецепту результат моих работ вы видите у меня на канале и фото я здесь тоже загрузила в это видео то есть беру сразу я сейчас насадку обычную да и наполняю ей мешок им мешок этим кремом и сразу делаем вот такую как бы шапочку для капкейка то есть идеально рельефно держит форму этот крем не растекается не ползет то есть идеально я очень надеюсь что данное видео было вам полезно познавательно подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю успехов и до встречи в новых видео